всем эфире здравствуйте 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 сегодня 15 июня 2016 года канал артподготовка программ плохие новости я вячеслав мальцев со мной в студии валерий сергей у нас прямой эфир вещаем из саратов с волги из россии до новой исторической эпохи осталось 507 дней вот привет хунта пишут из-за уралья и так далее привет хунта и привет очень-очень хорошим названием как мне нравится название хунта просто вот так хотел что показать а вот фотографию валера где-то нашел невероятную совершенно очень она мне понравилась коротко нашей медицине это вот вот как такое можно это это кто-то не в шутку идет серьезно папа мама и ребенок и все висят вот такая вообще вообще сто процентов это нам прислали наши соратники да еще вот наши соратники нам прислали сообщением и сначала над ним посмеялись потом начали выяснять и с каждым выясненным фактом все больше и больше смеялись про кобзона нашего любимого написали нам что мы не про ошиблись ну прочитай да ну в общем то вы не правы и ссылка да и ссылка оказывается кобзон не от бурятии но я сам лично слышал миллион раз особенно когда он приехал к жареным бурятам на донбасса когда он выступал где-то он говорил что он от бурятии и вот вы сразу залезли и прочитали прямую речь вот процитирую кобзона да я уже 17 лет представляю бурятию в госдуме это кобзон это не серёжа это кобзон представляет да и мы залезли вдруг обнаружил что действительно на сайте госдумы кобзон который уверен что представляет в госдуме бурятию я там не представляет а представляет забайкальский край то есть он уже похоже ничего не представляет этот кобзон чё там еще интересного то был очень много он рассказал что значит кобзон заявил что в бурятии отсутствуют детские дома что их там вообще нету хотя и там их несколько десятков несколько десятков даже на общем он здесь и много раз в крыму он съездил рассказал что поскольку он представляет бурятию он обратил внимание что крыму надо на бурятию что-то там значит направлять свое внимание то есть бурятии по-моему в шоке люди оказывается что их представляет мне кажется они сами не знать кто кого представляет там же по спискам поэтому надо как а вот кто-то кого-то переписал там вообще значение не имеет они кого-то там переписали и все и пофигу вот он прошлый раз может быть представлял бурятию а в этот раз его куда-то в другие списки внесли всем же пофигу так что еще вот интересная новость нам сообщили где-то на рэн-тв сказали да да вот на рэн-тв сказали что там на борьбу с путином госдеп выделил 30 миллиардов долларов 10 или 10 10 миллиардов 10 вру мы погуглили оказалось такие новости были в пятна в четырнадцатом году 15 июня 30 миллиардов долларов на борьбу с путиным значит за два по 10 миллиардов в год во как госдеп выделяет потом такие же новости были 21 марта 16 года тоже выделяли потом такие новости были 27 апреля 15 года в общем чуть ли не через месяц выделяют по 30 миллиардов я понимаю причем смешно было мы сидели с представителями коммунистической партии в чебуречный в дешевый чебуречный на проспекте и он потребовал чтобы это ну как-то нормально чтобы не чебуреки что все хорошо это начать 10 миллиардов получили чё же не делитесь то хоть угостите вот я чё могу сказать вот всем этим рэн-тв и так далее они понимают чем они играют вот был бы я более такой ужеподобный да товарищ я бы сказал вот сейчас бы кран сказал ребята бабки есть лежит 10 100 тонн денег лежит 10 миллиардов это если американские деньги взвестия 100 тонн писать 10 контейнеров морских вот как они себе представляют я сказал 100 тонн лежит вон они там на даче на даче 100 тонн так что пошли на кремль потом рассчитаемся утром деньги вечером стулья они получат беда зачем они это делают они думают что они нас таким образом дискредитируют на самом деле они дискредитируют себя но любому нормальному человеку понятно что если кто-то прислал 100 тонн денег но технически как от это как вот где тогда пограничники там можно если можно сюда 10 контейнеров морских деньгами притащить и все нормально а если это произошло по банковским каналам путем перевода так это вообще обхохочется то есть пришли там такая графа на борьбу с путиным денег прислали так приходишь а там можно отщипнуть мы сегодня пошутили что мы каждое утро почтовый ящик проверяем не бросил ли нам кто-нибудь 100 тонн денег вот я 2012 году подсчитывал вместе с эдиком кстати он математик что она то чтобы свалить этот режим в тот момент нужен был 22 миллиарда долларов сейчас в миллиарда много поверьте миллиард долларов много чтобы свои свалить ближе к пятому одиннадцатому много будет миллиона я думаю рублей уже минус люди будут давать деньги чтобы свалить вот вам деньги только не нужны никакие деньги то есть режим валит сам себя поэтому какой-то там госдеп не госдеп ничего не надо ну я думаю обойдемся и в общем-то карманными деньгами которые берем там на сигареты нам такие вопросы прислали очень хочется услышать на вашей передаче мнение о партии воля и и лидере светлане ладди надо русь да ну мы лишь незнакомы вот предлагали ей в интернете пообщаться но я так понимаю что их гнобят правоохранительные органы они где-то бегах она пивнова да вот в бегах ну у меня по крайне негативного отношения их ничего нет от наших так сказать политические сторонники в любом случае мы как-то будем с ними сотрудничать там какие взгляды я не знаю честно говоря мне некогда углубляться я знаю что они любят путина для меня этого достаточно вот на этом и так для меня абсолютно достаточно все путина не любишь все ты наш друг слушаем вас уже два года во многом согласны с вами но мы не граждане рф а граждане бывших республик ссср то есть снг а точнее рб так то мы соратники или нет как нам быть с собой возьмете в данный момент нам с российской федерации не по пути но после 5 11 17 вполне конечно естественно и помощь вы нам можете оказать реальную потому что помощь в информационном мире абсолютно безразлична где человек находится в россию находится или там в республике беларусь в прибалтике даже некоторые вещи легче там решаются потому что особенно если ну в республике беларусь это одно если там украины в прибалтике то достать его путинцы никак не могут здравствуйте вячеслав хотелось бы узнать что будет с угольными предприятиями кузбасса и угольными разрезами вокруг новокузнецка тут надо разбираться во первых по каждому такому предприятию конечно такого количества угля не нужно будет безусловно люди должны будут ли получить другую работу либо должны будут получать компенсацию чтобы сами себя как-то задействовали и так далее то есть так стоит вопрос на самом деле потому что то работа в шахтах которая сейчас ведется безобразие это вообще не должно быть то есть получается уголь оплачивается кровью оплачивается человеческими жизнями он этого стоит он этого не стоит в англии закрыли все угольные шахты кто-то сильно никто сильно не переживает знаете там причем был был огромный профсоюз шахтер кстати до сих пор остался шахтеров нет профсоюз есть но неважно был огромный профсоюз шахтеров и он все выступал как же так мы там останемся без угля без шахт но то стали что случилось чего плохого случилось если будут развиваться новые технологии если люди будут жить они заваливаться в этих шахтах да и получать нормальные средства к существованию развиваться нормально в об этом идет речь это главный вопрос они тоже как эти рассуждают надо дать что рабочих мест мы там сделали где-нибудь цианид натрия производить лопатами грузить да пошли вы на 300 такими рабочими местами такое рабочее место ни одно не нужно центре саратова с утра 80 процентов электростанции это угольный но нет не так совсем тэц у нас не угольный в том-то и дело у нас газовый тэц в основном да чё перед новостями да да всем привет дорогие друзья спасибо за то что пишите нам на нашу почту по вопросу присоединения к выборам в качестве волонтеров кандидатов уже сотнями исчисляются письма даже не успевает читать и отправлять на некоторые вот сейчас тоже этим занимаюсь напоминаю что тем кто хочет присоединиться к нашему движению и поучаствовать в выборах пишите свои контактные данные на почту парнас.сар собака gmail.com и в ближайшее время мы уже будем непосредственно переходить к реальной работе да вот сейчас подготовительные мероприятия по крайней мере до съезда будут подготовительные мероприятия потом уже будет работа и саратов активнее подключайтесь мы вас ждем и почта уже есть в описании к этому видео то есть вы можете сейчас немножко пролистнуть вниз и увидите для желающих принять участие в выборах в качестве волонтеров и там электронная почта пишите туда и желательно указывать свой город чтобы мы сразу понимали откуда вы добавлять нас друзья в контакте ставите подписчиком в нашем резервном канале и ставьте лайки да и по поводу лайков вот мы у нас есть такая уже группа наших фанатов которые постоянно агитируют за лайки в чате и не только в чате спасибо вам большое за это мы уже неоднократно говорили что это действительно важно и вчера вот мы достаточно активно так по лайкам у нас четыре с половиной тысячи было в онлайне поэтому давайте наверное сегодня возьмем отметку в 5000 я думаю что нам это вполне возможно кто еще не лайкнул можете прямо сейчас прерваться прокрутить вниз и нажать на напомню что это поднимает нас в топ youtube а до следовательно таким образом привлекает к нам новых сторонников которые возможно ранее нас не видели спрашивают голосование будет проводиться в крыму и в севастополе да будет будет голосование в крыму и в севастополе центре саратова с утра пытались эвакуировать веселый паровозик главная новость да и не смогли эвакуировать веселый паровоз очень забавная ситуация да он не поместился со всеми своими вагонами на на эвакуатор да причем там если вы думаете что это смешно то вы еще не видели как это происходит потому что там сначала был какой-то диверсия попытка диверсии какой-то молодой человек напал на это веселый паровозик попытался него отрезать какие-то провода кусачками вышел водитель я так понимаю там ну может дал в дыню ему я не этих подробностей я не знаю потом приехал уже эвакуатор попытались его эвакуировать не получилось эвакуатор уехал и паровозик продолжил катать людей то есть я понимаю так что это нынешний руководитель города который полгода назад стал он пытается наверное здесь этот бизнес перехватить потому что такой щипач по мелочи то есть выхватывают какие-то на проспекте рекламные щиты сделал то есть они сейчас вот по полной программе где только можно ухватить такие ну как его назвал один мой товарищ падальщик он готов он падальщик такс везде кусочек хочет ухватить я думаю что паровозик тоже стал жертвой падальщика на кубани упал самолет при проведении сельхозработ пилот выжил ну стандартная ситуация мы уже видели в этом году много раз как пилот зацепился самолет зацепился зал лэп почему-то как-то вот пьяный мужчина прилетел в краснодар по билету до якутска но это прям уже было выросли судьбы с легким паром и якут какой-то прилетел в краснодар причем я так понял что он узнал что прилетел в краснодар когда выгрузился и выходил и все увидели что он пьяный ну и а там пьяных я так понимаю ловит особо не якутия и его схватили город тут чё здесь пьяным гадачу тут в якутии то в якутске чего вот и и вопрос только один как от человек вообще попал в самолет регистрация когда как он прошел по билету в якутску прилетел в краснодар и если завтра кто-то занесет какую-то бомбу нам рассказывать что-то они все сделали там с точки зрения безопасности и ничего нельзя комар нос не подточит подточит . вот показатель шахте челябинской области погиб проходчик такой у вас айкью был большой сейчас не знаю сейчас я уж старый наверно тупею всем бы так тупить так до проходчику челябинской области вот вот ответ на вопрос как раз по поводу всяких угольных шахт ну чё зачем такие вещи нужно стоит этого уголь не стоит конечно не стоит и вообще челябинск отличилась там трамвай сбил подростка велосипедиста вообще на урале вот в дтп человек погиб с автобусом станку столкнулся иномарка и 7 человек пострадали один погиб грузовик упал с моста на урале тоже водитель вероятнее всего уснул и вылетел с эстакады с этой и как стандартная уже новость следствие отказалось арестовать гонщиков гелендваген то есть опять на них возбуждает дело кто-то их арестовывает кто-то отпускает уже все заблудились прокуратура отменяет дела следствию возбуждают дела следствие отменяет какие-то вещи сам сама себя отменяет в общем жуть ну там пациентам какие ломовые бабки и каждый хочет этих денег присаживать ю мою там вот пап попал час все мажорики будут думать ну нифига вот мы так попасть комитет дорогу не в том месте перейдем представьте же голодные времена и у следствий прокуратуры там всего надо вот этих вот шкурить московские вокзалы проверяет после сообщения взрывном и страсти да я так понял что проверяют пять вокзалов проверяли вернее потому что все в ночное время проходило всех выгоняли люди там спят на вокзале какие бомжи торговки всех нафиг бомба все вышли там болтают между собой вместе вот вариант для карманников очень хороший помнишь даже в песне вдруг раздался на базаре крик аэропланку кто плод постарался вывернул карман вот так и здесь бомба обобрали в отношении браконьера задушившего лося возбуждено уголовное дело в саратове этот дел про него тут уже все уши мне прожужжали мужик какой-то ехал на лодке переполывал протоку лось мужик накинул ему орган ну веревку какую-то на шею и удавил этого лося потом его съем я так понимаю не поделился с соседом мясом тот его заложил и вот это было 5 числа уже этого мужика судили 120 тысяч рублей но видно все подписал и вот я понимаю когда там какие-то вернее я не понимаю когда какие-то люди там стреляют лишь бы убить животные животное а здесь мне лося жалко конечно безусловно но здесь человек этого лося цапнул мне не был ни ружья ничего потому что он голодный вот не голодный сегодня не нужно было ему это мясо и он не хотел его сожрать то знать что он тогда ну не тронул бон этого лося представляешь вот я кстати даже не против того что в отношении него приговор вынесли какой-то просто сама ситуация какая-то противный вроде поступок у него гнусный и в то же время объяснила все вполне объяснимо саши люди голода от реально голода и в саратской области в других областях то есть перебиваются какими-то редкими заработками и не то что им там откладывать нечего то есть иногда даже нет нет денег что там детей накормить мы знаем чем заканчивается житель якутска осужден за убийство и расчленение приятеля ну слава богу не съел причем тут я так понимаю что ситуация какая как вот бомжа обвиняют в том что он убил к чигара этот бомж начали все брал на себя теперь соскочил и я так понимаю что там все шито белыми нитками и бомж этот говорит что он действительно убил мне этого убила другого лучше такая хрень я сразу вспоминаю тот анекдот английский да когда говорит господин инспектор вы мне не пришьете дело по убийству этого господина смита это почему же у меня железные алиби в этот момент я убивал другого господина с семьей вот здесь это та же самая ситуация что повесили на бомжа левак это абсолютно точно я понимаю может быть бомж кого-то другого убил но его и надо судить за то что он убил кого-то другого а за этого конкретно к чигара на судить того кто его убил ну или если его не нашли к чигаре так понимаю что там тело какой-то непонятные нашли то тел нет тел очень жесть какая-то это вот все дела такие которые сейчас есть в россии схватить бомжа или кого-то там первый попавшему не учет повесить и в суде все все засидят вопросов нет то есть то обвинительное заключение которые приносят в суд там там так спрашивают так интерес там чьи-нибудь есть под этим делом нет никаких интересов нет денег никто за это дело тоже не заплатит не никто не заплатит ну тогда берет обвинительное заключение как она есть перелицевал его написал приговор именем российской федерации любое говно эти суки именем российской федерации ляпают представляешь что именем российской федерации ту именем российской федерации жуть что творят вопрос нам задают достаточно странно но тем не менее вячеслав как вы оцениваете соглашение о расстановке сил подписанная путином в 2007 году когда нато должны вторгнуться в россию если демократии в результате революции будет угрожать опасность проще говоря надо ли нам с вами бояться нато я насчет этого ничего не знаю я знаю что в то время вот этот по ульяновску был подписан соглашение вполне допускаю что были какие-то тайные соглашения но мне о них ничего не известно я думаю что если они были то путин их все денонсировал уже давным-давно она-то ну если здесь дать говорить будет может дать откроем если здесь будет страшный бардак такой совершенно неуправляемый то есть опасность того что зайдут сюда определенные подразделения даже соединение нато с тем чтобы контролировать ядерные объекты такое может случиться но вероятность очень слабая во первых бардака мы не допустим я думаю что здесь будет абсолютный контроль гораздо лучше чем при путине а во вторых я не думаю что они захотят в такую группу играть это очень опасно им придется в любом случае договариваться о чем-то а мы никогда не договоримся зачем нам это нужно потому что если это начнется то дальнейшее очень легко просчитать нам это не надо сочи мужчина поругался с женой во время ссора он выгнал жену из дома и взял заложницей 12-летнюю дочь то вот не разрешил еще проблем я не думаю что он ее заложницей взял я думаю что просто бухой ничего не соображает просто выгнал жену а девочка осталась дома надо посмотреть что там дальше будет где вы будете 5 11 117 на горячем коне впереди и шашкой на голомте я пока еще не знаю конкретное место но что она будет связана с 5 11 с революцией сто процентов и это будет конечно не вашингтон да там и даже не киев это будет сидя набор да и даже не киев и бур как будет безусловно россия голый житель тольятти убил дачницу садовым гномом да вот вячеслав уверен и говорите это это неплохо ну я говорю уверен потому что я уверен вот это неплохо что я убить да вот какие-то странные такие знаешь вот название я говорю из 90-х появляются а это говорит о том что идет полный бардак ситуация вышла из-под контроля потому что когда в печати в средствах массовой информации там в интернете появляются вот такие названия голый житель тольятти убил дачницу садовым гномом ну ну все это то есть этот возврат убил и съел вот к тем рубрикам которые будоражили мозг постсоветского человека такого нет я понимаю что это правда я понимаю что тот кто такое название придумал он очень кайфовал сам прям считал что все правильно делать ну может он и делал это правильно иначе мы и и не нашли в эту новость ну и само конечно сообщение но такое вот из разряда современных то есть которые уже выходят за рамки всего то есть это такой гротеск это такие вещи которые в комедиях черного юмора показывают следователи возбудили дело по факту убийства женщины ее сына в москве сообщила старший помощник руководителя гсс к по москве юлия иванова как убивают прямо сейчас семьями это нужно иметь ввиду людям с точки зрения безопасности не только для того чтобы покритиковать путинский режим тут как говорится для этого режима убийством больше убийством меньше для того чтобы люди чувствовали что не все в порядке в стране и что их их безопасность она в их собственных руках но мало знакомых не приглашайте домой те которые могут набухаться и устроить рок-н-ролл не надо так тут видите ситуация такая что людей сильно штырит и агрессия может быть обращена против вас возбуждено уголовное дело по факту суицида 10-летнего мальчика в альметьевске мы видим что каждый день вот уровень я не виду возраст самоубийца уменьшается все меньше и меньше что сейчас 10-летний самоубийцы это прям у нас через день такая информация но это страшно жительница ангарска оказалась матерью найденного в грибной яме ребенка ребенка слава богу в сортире вот в этом в деревянном нашли живого мама его бросила это вопрос астахова такие и и вот этой вот падли которая там я не помню как ее фамилия который против baby box of вот вопрос такой вот был бы baby box она бросила в сортир ну может быть и бросила бы а вот если бы как мы предлагаем был бы возмещение каких-то средств ну родила ребеночка ну десятку там пятнашку дать ну 200 долларов ей заплатите но не выбросит она за 200 долларов ребенка в туалет а принесет отдаст его на и мы будем его вырастим он будет обучен чему-то там я не знаю станет академиком полковником армейским нам люди нужны за 200 долларов можете представить всего-напсего этот вопрос к вилончелисту главным всего-напсего за 200 долларов этого уже не будет ну а принесла отдала получил свои бабки пошла там куда бухать колодцы уже дел 3 это ее дел если мы способны обеспечить этому ребенку нормальное развитие а мы должны быть способны не вилончелисту нормальное развитие до обеспечить а вот этому ребеночку потому что он у нас родился к наш ребеночек и все и тогда можем получить очень хороший выхлоп там сейчас некоторые начинают уже там проливен сбор там что-нибудь гуглить ребят не надо параллели проводить не надо не гуглить на эту тему отец пострадал при попытке вырвать ребенка и спасти аллигатора да такая страшная ситуация тоже во флориде ребенка схватил аллигатор и утащил его и отец ничего не смог делать ну видишь люди халатно так сказать подходят к своим обязанностям хотя конечно защищал ребенка но он должен был это предвидеть это вот главная задача отца предвидеть от меня очень близкие люди часто порицают потому что я называю всегда все возможные опасности я говорю вот это вот это вот это вот это вот это вот это и и стараюсь инструктировать по максимуму все уже все поняли говорят да нет и многих опасности не случится и редко может вылететь аллигаторы схватить ну это надо предвидеть в этом роль отца любого отца в семье в государстве роль отца предвидеть в техасе ликвизировали начавшего стрельбу в магазине уолмарт но вчерашний этот случай вот его ночью все-таки ага застрелили то есть вол волмарт спасена волмарт спасен так что этот сценарий южного парка ради не получился в может быть он он тоже хотел от волмарт уничтожить как в южном парке а вовсе не начудить там и не террористический акт совершить в результате стрельбы в калифорнии погибла 16-летняя девушка продолжается там в америке стрельба вот как началось и все причем это какая-то памятная акция посвященные тому что год назад парни какого-то застрелили на эту памятную акцию приехал какой-то мужик и еще ты пострелял людей вот девушка погибла то есть как-то такие параллели до 32-летний француза время собирался принести в жертву на рамадан 19-летнюю девушку много таких новостей сегодня что-то зашкаливает французы и американцы и всех всех штырит надо я говорю кому-то смотреть какие явления происходят космического масштаба или какого-то там глобального масштаба на земле потому что ну это же не просто все все дураки сошли с ума в один день так так не бывает до парижа стычках с полицией пострадали уже 40 человек я так понимаю что уже больше уже того 58 дается и 70 дается человек в общем продолжается много как в анекдоте много французов революция ну так французы устроены ну шаш ну и пусть и я не думаю что это уж очень плохо что такие вещи происходят плохо что люди страдают а то что там как-то они вот выражают свой протест таким вот французским образом да это нормально пока государство не готово к таким вещам и вот в результате страдают люди то есть страдает полицейские страдают те кто выходит на митинг почему потому что нет готовности государству государство пытается этому противостоять ну нельзя противостоять причем большая часть пострадавших полицейский ну да ну естественно классика вообще глава венесуэлы предложил сша восстановить отношения вернуть послов ну понятно что мадуро находится у последней черты и сейчас он думает что сейчас он с сша договориться там послов вернет там чё-то поклонится лишний раз я думаю на через кубинцев мы и говорили что они через кубинцев пытаются договориться но тогда взбрыкнул когда уж почти договорились он взбрыкнул ну потому что вовы еще пообещал ему и как всегда обманул вот а теперь он понимает что никто его не спасет не бог не царь и не герой ему надо как с сша договариваться день каких просить чтобы там голодных накормить начнем что-то делать а мне кажется уже поздняк даже если сейчас американцы вмешаются уже ничего не сделают то есть власть макдура все изи все на что она уже находится у последней черты и назад отрулить нельзя узбекистан на 10 дней закрыл границу причины не названы да ну какие причины тут одна из причин возможно это саммит который там будет 20 или какого там числа 20 какого-то проходить 3 24 июня в ташкенте до в ташкенте будет проходить саммиту возможно вот этот вот шанхайской организации сотрудничество но скорее всего не это причем интересно то есть официальное сообщение о том что закрыты четыре границы то есть киргизии таджикистан казахстан и туркменистана а вот те люди которые ездят из узбекистана таджикистан дают что контроль пропускные пункты открыты все то есть официально закрыли четыре границы но на одной границе неофициально все открыто это о чем говорит это говорит о том что ну вроде закрыли все да а на самом деле не всего интересно очень кремль не нашел содержательных моментов в письме эрдогана путина ну естественно знаешь как это выглядит вот причем они везде написали что отвечать на письмо не будут что содержательных моментов нет и так далее был такой советский период старый старый анекдот как бриджит бордо приехала в тбилиси на какой-то фестиваль и вот у всей этой французской группы переводчиком какой-то грузины подходит бриджит бордо и говорит тут уважаемая у меня брат такой стеснительный очень там у нее девушка она его там все время отбревает и вот был хорошо если бы ему помогли это как же я могу помочь а вы когда будете выезжать в ему рукой махните и скажите до свидания гиви и может быть девушка его обратить на него внимание а у гд но нет вопросов а как он выглядит а вот так так то будет грузинской шапки вот там будет стоять ну будет придет делегацию французской проекта потрав поднимается разворачивается до свидания гиви езжай езжай надоело уже вот так и здесь я думаю что что то же самый вариант насчет письма договорились сказали что ну там напиши письмо все будет хорошо езжай езжай надоело сто процентов вообще даже вот сомнений нет никаких то есть эрдоган нужно конечно классику российского анекдота советского анекдота знать тогда он сможет прогнозировать этих ребят я удивляюсь кстати почему консультантов у них нет именно в рамках того чтобы они знали те самые анекдоты те самые книжки которые читал путин немножко это книжек и очень немножко анекдотов но мы же видим он действует именно в рамках вот своего вот этого знания полученного в 70-е годы двадцатого столетия ничего там другого у нее нет вообще то есть вот если знать то же самое вот я знаю тоже сам потому что я тогда же жил и все все то же самое съел да и поэтому я прекрасно знаю как он думает вот именно почему я они не наберут таких консультантов я не понимаю мальцев читает чат да мальцев читает чат георгий береждой пишет министерство иностранных дел заявил что россия не закроет глаза на провокацию британских болельщиков это как это вот вот чуть-чуть представляешь ситуация как целый министр целое министерство целый министр представляешь а ладно там какой-то третий там я не знаю секретарь посольства во франции сказал ну ладно а это целый министр и все министерство угрожает британским болельщикам ну чё в голове у этих людей ну зачем но есть надо и высказать что будут какие-то у них там неприятности там если они приедут в россию есть то есть ну поручить это третьему секретарю права посольства россии во франции этого будет достаточно я не понимаю вообще у меня такое ощущение что мы учились в разных институтах вот с лавровым меня такое ощущение что они какой-то другое образование в другой стране на другом языке они разговаривают другие книжки читали то есть они иногда делают вещи вот я их прогнозируют с точки зрения того там что путин сделать и так далее но вот с точки зрения вот этих клоунских вывертов я их не могу прогнозировать то есть вот эти боевые клоуны путина они потрясают просто то есть они могут о чем угодно начать про каких-то болельщиков говорить про каких-то байкеров на начинаю еще башкета министр целый сидит иностранных дел риббентроп фактически да толерант сидит и разговаривает про каких-то байкеров вообще о чем речь нужно еще иметь ввиду что это в ситуации когда на россию наложили санкции вообще да конечно да нет и это это весь мир вот в конце концов в такую точку сливается это счет и черчу надо нажраться да как как рохин клипсол дайте еще так и все в одну точку болельщики вот их надо наказать ты прав абсолютно масса проблем россия считает справедливым если новым генсеком он станет женщина да причем вот мы написали в красных трусах имея ввиду что вот куда-то валит надевать да вот в волон может генсеком захотят и то там еще их не было до сенатора переназначили нет ни к тому что я против того чтобы женщина стала генсеком он я как раз двумя руками за вполне я считаю что это своевременно причем здесь россия тогда одну сенатор переназначили юрия чайку генпрокурор так вот даже нам сейчас мальцев помоги вытащи народного героя на волю алексея кунгуру к садили фку сизу 1 следственный изолятор номер 1 город тюмень контакты адрес так 62 и 5000 город тюмень улица и лутаровская 42 строение 2 запишите адрес на всякий случай ну лучше вот мега татарин нам пишет лучше как-то связаться куда он может написать что более подробно и мы могли можете написать нам на электронную почту любую или не участка как какую будете фиксировать дим ты сейчас какой будешь почту фиксировать на почту пар нас тогда вот напишите как в описании есть все отлично да сенатора переназначили юрия чайку генпрокурора но эту сенатор ну как как в том анекдоте помнишь сейчас кажется опять матом ругать это что там за демонстрация демонстрация шлор там так сэр от проститутки а чё они хотят нет это ученик хотят они да не вышли вот с протестом у них нет социального обеспечения есть там может их полиция обижать нет там все защищают может их там налогами обложили нет на чушь тогда против чего протестуют эти женщины бляди сэр вот так и здесь ночью еще можно сказать про сенаторов но сами знаете в общем-то лукин согласился стать кандидатом в сенатора тверской области ну вот ну вот 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 но были но представишь вот ну вот приличный человек то он идет в эти защитники народные туда под эгидой путин теперь вообще в сенатора соглашается ну что происходит люди ну зачем вот в этом мараться но сенат путинский это вообще это самый клоакан такое говенное место но я не знаю что еще страшнее даже госдума наверно не такая мерзость потому что сенатор назначают фактически ну хотя и госдумовцев этих назначать но все равно там там хоть как-то да здесь вот здесь никак вообще просто ужас лукин ну приличный вроде человек ну зачем они это делал зачем они себе портят некролог лукин до долгих лет жизни тебе конечно но все равно ты человек уже пожилой ну зачем некролог все портить вот я себе не порчу некролог нифига я моложе тебя не не хочу себе портить некролог ну там я не знаю даже говорить не нам просят нас озвучить что в саратовском волгомосте не выплачивается зарплата с марта месяца нифига себе денежки-то много волгомост идут приличные ну значит они куда-то в другое место идут озвучили хотел к стать ему спросим там есть у нас люди у кого можно спросить что происходит вообще в рф предложили создать должность у полномоченного по делам пенсионеров вот мне написал дмитрий опять вы просчитали ходы путинских халдеев помнишь мы сказали что они будут по эти уполномоченные по делам пенсионеров по делам инвалидов по делам там я не знаю детей до скольки-то лет там после скольки мы тогда то есть по каждому вопросу да у них будет обязательно у полномоченных хотя нафиг они нужны есть закон должен быть закон нормально даже так есть конституция если это выполняется то какие уполномоченные о чем речь что вот астахов уполномоченный астахов решает от этого от деятельности астахова стало стали меньше в сортир выкидывать детей что да нет конечно просто его детям от этого лучше стало детям астахова но она так нафига участ детям пенсионерам кого-то чем-то родителям станет кто станет по делам пенсионеров вот его конкретно родственникам его пенсионерам будет от этого лучше да детям его лучше на ананте они все они вот пошли по этому пути мы говорили сейчас вот вопрос на каждый вопрос это создавать комитет или министерство на каждый пол вопроса комиссию или там какой-нибудь управление да вот пол вопроса решает управление целый вопрос уже комитет решает все это мы предсказывали это на не то что начало конца это конец конца и вот все это уже куча законов их миллион сейчас посмотрите вот в сентябре сам к сентябрю вернее они уже сдадут вот эти которые уходят уже сдадут целую кучу всего там немыслимое количество законов совершенно тупых и ненужных и вот кучу всяких вот таких новых придумают а сейчас еще они уже запланируют что новое правительство будет там я не знаю в главе с володином или с кем она будет это будут во какие во какие они должны быть другие и не похожие на этих почему потому что народ должен знать что они работают то есть они начали с одной стороны как те яйца до потом вид сбоку те же яйца только вид сбоку но это уже другие но и вспоминаем о том что у нас наш любимый миндвезев рассказывал что нужно нам создать министерство по контролю за министерствами поэтому вот то о чем мы сказали что каждый по вопросу будут решать комитет будет еще комитет который будет решать как решили вот эти пол вопроса вот этот комитет комитет по контролю за комитетами это очень круто загс собрания петербурга отказалась рассматривать вопрос а мастер кадырова да ну его не не отказался рассматривать полтавченко и все утвердил до мост имени кадырова в петербурге официально назван теперь мост чем я всех поздравляю в общем-то запомните эту фамилию полтавченко да вот и за загс собрания я так понимаю что 12 человек только хотели не допустить этого из 50 депутатов вот этот 12 человек нужно знать по именному потому что это приличные люди то есть так чтобы они там под раздачу не попали в случае чего иран подписал контракты на поставку нефти с тремя европейскими компаниями еще тут скажем одна из европейских компаний лукойл вот такая но с европейскими компаниями писали одна из них лукойл но это о чем мы говорили сейчас иранская нефть пойдет сюда активно в россию а здесь начнутся сокращения стоять что есть вот сейчас сколько там них 10 миллионов человек задействовано можно предположить сколько они сократят из нефтегазовой отрасли из этой десятки ну всех там кто обслуживает кто там трубу грубо говоря обслуживает я думаю что очень много и это как раз нашему полку прибудет того что это в основном сократят работяг не секрету уже они будут сокращать да и не своих этих мальчиков которых они газпромовцы возят в италию в свои эти гостиницы да как тот мальчик который устроился помнишь в это кремль работает там работал в газпроме до этого я у нее оказалось декларацию подал у нее 300 миллионов оказалось денег он за год заработал и очень все удивились а то где ты за столь короткий промежуток времени меньше года заработал 300 миллионов он будет я в частной структуре работал в какой же в газпроме оказался вот там каким-то третьим помощником пресс-секретаря ну наверное как бы говорят особой сексуальной ориентации этот мальчик ну как и все там газпромовские наверное поэтому 300 миллионов за попу по миллиону в день нормально нет нет хуже не хуже чем у сечина там и у миллера капитализация рост нефти превысила стоимость газпрому на 5 миллиардов долларов ну чё тут скажешь вот представляющие сечин похвалился на собрание акционеров что газпром теперь стоит дешевле рост нефти а рост нефть дороже конечно если покупать за реальные деньги ну это маловероятно ну конечно люди предпочтут я думаю инвесторы купить конечно газпрома не рост нефть но это вопрос не к сечину потому что рост нефть конечно в жопе это вопрос к миллеру в какую же жопу со своими жопами ты должен залезть друг что у тебя газпром стал дешевле рост нефти стоить это вообще невообразим это это было нельзя сделать то есть вот вообще то что они все вместе сделали это нельзя сделать это надо особый талант иметь у миллера он даже вот на их уровне рафинированный талант до врожденные предприниматели блокова началось строительство завода по производству гидротурбинного оборудования в этом виде да да нет но это эту я тему знаю очень хорошо знаю мне вопрос только вот в девятнадцатом году они окончательно запустил сейчас строят они зовут который будет делать эти какие-то там штуки к этим гидротурбином и вот вопрос опять же вот как с этими удочками нафига вот понастроили в советский период я понимаю зачем понастроили плотин сделали эти гидротурбины гидроэлектростанции вроде дешевое электричество мы сейчас мы видим что не такой уж одной дешевая что экологии причиняется ущерб безумный совершенно безумный который вообще невосполнимые потери вот волгоградская газ спускает воду в тот момент когда от нерестилась рыба сейчас все вода ушла вниз все вся экрана поверхности обрушаются берега волги волга мельчает милеет верь вернее плотина это когда надо они подняли воду когда не надо опустили и все и чё получается нафига нам-то это нужно но сейчас это все частный да они говорят вот классно мы сейчас построим завод там будет два с половиной инвалида трудиться те же рабочие места и вам будем продолжать разрушать экологию и получать какие-то свои сверхприбыли что мы-то от этого имеем нифига ничего нужен нам этот завод абсолютно не нужен нужны на войти без наверное нет у нас этого электричества гораздо больше чем мы можем потребить это нужно им они нам стрелки часов переводят чтобы у нас дольше электричество горел выдумывают чтобы мы жгли больше электричества и платили им денег нам это нафига банк россии уверен что снизит инфляцию до 4 процентов семнадцатом году а вот я помню как глава цб российской федерации заявляла что ей жалко людей которые покупают доллары по 35 рублей потому что они потеряют свои деньги да конечно да вот уверен уверен что снизит они инфляцию а вот не знаю насчет снижения инфляции я честно говоря уверен в противном абсолютно но вот голикова сказал неделю назад да что банки потеряли 75 процентов выделенных государством денег это тоже на снижение на снижение инфляции на снижение по снижение инфляции работали да и потеряли понятно что не потеряли как в том анекдоте да когда брокера который проиграл у дяденьки все деньги этот дяденька спрашивает голубчик а что же все мои деньги пропали в общем уж пропали нет конечно просто теперь они принадлежат кому-то другому вот так и здесь 75 процентов этих денег вовсе не пропали их не потеряли их наоборот кто-то нашел эти деньги и можно даже установить фамилии тех людей которые нашли но голик не будет этим заниматься потому что наверное и достаточно известные фамилии и она может быть и как бы прекрасно все осведомлено кто и как нашел и может быть и не без ее участия но они говорят что эти деньги скорее всего были потрачены на то чтобы играть на бирже да конечно стали все были потрачены они а вот играть на бирже не играть на бирже это мы все прекрасно понимаем вот и путин поручил правительству рассмотреть меры для снижения ставок по ипотеке то есть такая жопа 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 и вдруг выходит путин и дает задание правительству а ну-ка сделайте чтобы людям жилось хорошо и какая-то нодовская морда выходит видите вот надо ему дать специальные полномочия нашему путину тогда нам будет житься хорошо а то вот он же дает команду правительства а правительство такое плохое либеральное не выполняет вот вот он просит снизить по ипотеке она не выполняет потому что там злодеи сидят а еще путин может чего угодно попросить чтобы солнце не заходило и так далее ему поэтому надо особой полномочий дать и тогда солнце заходить не будет их и дураки я правоментарии приняли законопроект который позволит россиянам без предъявления паспорт покупать и продавать валюту на сумму до 40 тысяч рублей чуть значит что скоро эти 15 тысяч будут стоить как правильно конечно логику железной то есть сейчас 200 долларов можно обменять и без паспорта но скоро они будут 200 долларов от будет 40 тысяч рублей все логика прям вот у них они чего они нам что ли хотят хорошо сделать помилуй бог вы хоть раз видели что парламентарии хотели сделать хорошо людям есть отдельный депутат который чет пытаются там противостоять не сделать что-нибудь хорошее а противостоять того чтобы не сделали чет плохое ну а все остальные едины вот как с мостом кадырова до 50 то есть 38 против 12 кстати хорошие цифры у меня бывал когда я один в думе там против закона земле голосовал один двум миллионам россиян запретили выезд за границу из-за долгов ну чё тут скажешь это молодцы так вот путин соблюдать конституцию российской федерации является ее гарантом институции напоминаю говорится о том что могут беспрепятственно покидать территории ссср и рф и возвращаться назад вот видишь не могут оказывается надо дать ему особые полномочия и тогда все будет хорошо конечно особый тогда они будут выезжать сообщение к ну и никуда да никуда ну а мы только за вас почему не говорит что путин еврей по материну матери фамилия шаломова не знаю еврейка на нет поэтому не говорю потому что не знаю всегда говорю то что знаю чем я там какие-то вещи знают а а путина маму да папа папа про семью говорю там пошутить хотел на меня уже здесь это антисемитом называют да это сейчас такая вещь власти россии хотят запретить продажу поддержанных автомобилей срок ну естественно то есть они хотят денег они хотят что каждый кто продает и покупает автомашину платил им денег они хотят деньги за все вот они хотят официальный список интернет-магазинов утвердить который тоже нам лицензироваться будет и будет платить им деньги а еще они хотят чтобы доноры мотоциклисты были освобождены от а транспортного налога вот то есть выставишь какая прелесть ты не будешь платить 30 копеек там за этот гребаный мотоцикл у тебя зато расчленим как только ты упадешь а царапаешь себе палец сразу ничего подобного в этом ты вопрос что там далеко не 30 копейка некоторые мотоциклы будет смеяться стоит намного дороже чем машины оплачивать потому что там они все равно не платят они говорят вот эти байкеры они говорят а нам чего но они говорят про какие-то другие про мотивацию прочет но они есть без номеров у и денег не платят нужно понимать что ли и если мы говорим про саратов то да они здесь ездят без номеров и так далее в городах все-таки где есть мото батальон это и москва и сочи но достаточно много таких городов и более маленький нижний новгород поместишь бы сказания можно сейчас перечитать очень много там есть мото батальоны они там без номеров могут ездить ровно столько же сколько и машин то есть до ближайшего поста гай поэтому все-таки сказать что все мотоциклисты не платить транспортную ну да не совсем ну зря ну да слушай я куда-то не туда нажал у меня опять все куда-то уехал так сделал упада да и пока у нас пауза возникла половина эфира дальше больше у нас прошло уже порядка трех с половиной тысяч лайков у нас как мы уже ранее говорили давайте сегодня попробуем взять новую отметку в 5000 вчера у нас четыре с половиной было поэтому я думаю что вполне нам это возможно кто еще не лайкнул лайкнуть и совсем несложно нам будет и приятно и самое главное полезно для нашего общего дела поэтому спасибо ким ченн решил вложить деньги не удачу еще а про ким чины надо колыму да ну на самом деле ким чин и на нет никаких денег он хочет получать раньше как это все происходил в корее когда бам строили туда и сейчас а так происходит отправлять вот безумное количество настройки народного хозяйства корейцев а причем мне рассказывали люди веселые такие зарисовки про корейцев как едут едет на старом мази а у него там печка буржуйка и в окно труба торчит и он дровами топит ну потому что на баме замерзнуть по-другому то есть машин плохо отапливается он и он сидит такой в майке корейца рулят дрова дровами топит и у них все деньги забирали они там какие чеки получали значит чтобы там отовариваться у себя также они сейчас работают в катаре там в других странах но на колыме нет такой работы для корейцев и поэтому речь идет всего-навсего о создании в магадане ресторана корейского то есть то что они делают везде 120 чем там ресторан в которые должны им там миллион что долларов прибыли приносить ночью какое-то смешное количество денег совершенно непонятно поэтому нету кимчин и на денег я думаю что и не будет ух уж и нечего затевать пишет нам что мало смотрят раньше было по 10 тысяч но валера вот не дай соврать сколько у нас вчера было просмотров 20 почти 24000 почти 20 вы что делаете что понять как как работает счетчик нужно я не знаю какие мозги какие-то электронные иметь а чтобы понять сколько смотрят очень просто то есть заканчивается потоковая передача вы ждете ровно три минуты лучше 5 и потом нажим нажимаете открываете и все и вы увидите в счетчике сколько просмотров и тут есть некоторые проблемы в том плане что видео уходит на обработку и простые зрители его видят там через какое-то время через не но если вы смотрели прямую трансляцию можете обновить когда обновляете все вы увидите что там будет около 20000 просмотров так что меньше точно не смотрят у нас в общем то есть график того официальный мы можем кстати повесить я бы не сказал что мне говорили что вот наверное там стали смотреть намного больше не намного больше не смотри чуть побольше но там всегда синусоида она синусоида она стандартная да у нас ну как вы как мы просчитывали вы как на паровозе по рельсам едем к пятому 11 и все нормально эфир весны да я вижу что весны тут вот у меня оранжевый горит значок что что лишь на 5 версии дать не или поток от поток я не знаю почему как будто развиваться события в корее кстати с ким чен и нам нужно пока не знаю все будет зависит и прежних особ сил не трогают вот если мы говорились туда там на воздушных шарах загоняли бы телефончики айфончики сотовые всякие эти как бы системы поставили но там берег да и кореет вся маленькая узкая то есть здесь вот можно на границе с южной кореи поставить был ретрансляторы какие можно было поставить и стоить другой стороны на море ретрансляторы и все и тогда дать дать людям информацию все они сами скушали этого своего толстенького в аргентине бывший министр пытался закопать 8 слова может сколько угодно просмотров нарисовать да я сразу вспоминаю как эти вот как их как вызывается куда я ходил открытик открытый канал да у них был там по 100 по 200 просмотров я когда пришел они меня спросили про моих ботов и троллей там чуть ну чуть не врезал я по морде человеку потом я дал там интервью и сколько сейчас просмотров у этого интервью дофига и сядут на уговоре сколько тысяч дим сколько только на самом канале более 50 тысяч а еще плюс за кровать ну правил ну 50 то есть я думаю что они 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 теперь убедились да что это не это вы все накрутили им а им тоже и любого который у нас часть пишут это у нас вот за стенками стенку не видите за стенкой здесь сидит целый штаб наших роли тролли они пишут комментарии да и парнасу накрутили тролли да и на улице ко мне по тролли при подходят обниматься везде в москве там саратов фотографирует со мной все тролли как подошел маленький мальчик игорь такой у этого учеба чернышевского папа смотрит но я-то руку ему пожал на путь стал папе привет передал так что вот наверняка отец его смотрит привет очень хороший ребенок такой грамотный по политграмотный представляешь это правильно на самом деле детей так и надо обучать чтобы у них не было иллюзий никаких лишнего тоже не надо так вот как лишней агрессии детям этого не нужно но чтобы они понимали что когда им там заставляют учить песни единой россии в школе что это фигня полный и что ну стоит неправильно нам прислали вот я не говорил сегодня в начале нам прислали целое расследование надо будет как-нибудь даже зачитать в шутку целое расследование человек провел опыты которые у него пришли к выводу чем он пришел к выводу что все комментарии которые у нас пишутся в чате это какая-то программа которую мы создали и она там рандомно создает какие-то сообщения которые пишутся в чате у меня все отлично замечательно только у меня один вопрос а как вот эта программа понимает о чем говорим мы но сообщение это пишется в тему того что мы говорим и мы есть эта часть скайнета на самом деле но долгое время говорю что мальцев нет никакого и что вообще это некий образ такой то некоторые считали что из гетеборга этот образ а другие вообще что он электронные а теперь пишет ним и не мы мы не боты я тролль человек пишут так вот я тролль говорят у нас троллями работают эльфы серьезно латышский в латышской ну слава богу польской есть украинской есть теперь у латышей так рад платы шам привет в рига очень нравится мне я был потрясен когда будучи семнадцатилетним для шестнадцатилетним юношей был в риге и пришел в домский собор и я услышал баха на органе и до этого я конечно слушал баха у меня был диск где альберт швейцер рэ минор фугу играл и все я прекрасно ориентировался в музыке баха и и как-то я думал что удивить меня нельзя и вот девочка который со мной было бы одноклассница она почему-то не слушал баха смотрела на меня я говорю что я просидел 20 с лишним минут так с открытым ртом она думала что я вообще просто вырубил тоже я был настолько потрясен настолько задавлен то есть это это что-то было невероятно вот этот ощущение когда говорят рига я вот это ощущают невероятно совершенно бывший министр аргентины пытался закопать восемь с половиной миллионов долларов в доме божьем учу слойку в голове он приехал в женский монастырь стал перекидывать через забор восемь с половиной миллионов долларов какие-то часы автомат что-то еще приехал полиция его сластали я вообще ничего не понимаю я тебя учил себя в огороде не мог закопать зачем ему в храм так надо было везти и там почему-то они говорят что уже это не первый случай когда-то там вы любит к ним приезжать такие вот министры но я представляю вот здесь если там в аргентине где дефолт до плюс восемь с половиной миллионов у министра как минимум на чушь в россии тогда ну с виланчелями мы знаем они даже не закапывают они сразу там на счета отправляют панаму понятное дело что эти восемь с половиной миллионов это его наличка карманные деньги все остальное у него где-то в офшорах там на самом деле я думаю что вот такая новость в россии она бы ни у кого никого не удивила потому что мне кажется если в россии кто-то начал подобные вещи делать это вполне логично потому что человек посмотрел как в общем-то у нас устроена церковь как у нас живут ее служители и понял что там деньги хорошо хранятся полицию не вызвал они кого полицию не вызвал понял бы что деньги там хорошо хранятся и это и отличные инвестиции то есть он мог бы вкладывать инвестировать в рпц вот и никто бы не удивился я думаю мэр токио подал в отставку из-за коррупционного скандала мэра токио обвинили в том что он коррупционер и он сразу же ушел в отставку помощь как путин тогда возьму что ли кто-то мужик какой-то крикнул вдогонку говорят что вы до воруете да пусть говорить о чем она про нас только не говорят пусть говорят все пошел все божья роса а вот для вар токио не все божья роса удивительно госдума одобрила законопроект аналоги на google даже с google хотят деньги получать то есть производители софта теперь должны платить ндс в россии независимо от того где они как все это маразм представляешь производитель софта платит в россии даже если он в калифорнии и вообще это россии не касается молодцы хотят интернет денег как те канадцы в южном парке тоже они очень хотели интернет денег мы все помним чего из этого так сказать нам дали ну не интернет денег а купонов ну поляну они они же говорили что они хотят электронных денег дайте нам электронных денег они получили электронных денег в перми с испытательной площадке фирмы сбежал робот ну я думаю что возможно это такой рекламный ход а возможно и правда он выкатился куда потому что как сбежал он выкатился за ворот и у нее сел батарея понятно и все среди дороги стоял потому что ну как-то говорят он там сам тестировался и поэтому за ним никто не наблюдал но люди бухать наверное ушли изобретатели атишка любят как-то поизобретать так вот нормально а он там катался по двору кто-то дверь открыл он выкатился ну и сломался там остановился сразу вспоминается короткое замыкание 86 года фильм очень хороший вообще просто я недавно пересмотрел думал что будет смотреться уже как полная ерунда хорошо смотрится даже вот восемь шестом не было никаких там компьютерных съемок ну фактически куклы да фактически кукольный фильм очень хорошо смотрится робота такой замечательный и часа мы главный не похожий на человек потому что когда это android но и беру человек он там четко является играет робота в лучшем случае в самом лучшем случае получается терминатор 2 это очень хороший фильм я очень его люблю вот но а в лучшем случае получается про роберта роберт помнишь им советский ну вот короткое замыкание несколько другого плана там такой я не знаю машина там не человекообразный никакая там не паукообразный никакая машина на устройствах apple появится полное шифрование звонков и сообщений да очень хорошо и чипом будет шифровать все и звонки и сообщений в общем нужно тогда купать apple если это не разводка опять опять ну и в общем то нужно понимать что сама шифрование но ни от чего не защищает защищает то скажем так у кого есть ключ к этому шифрованию да то есть но не вопрос сейчас все наши там не знаю белойные мегафоны и прочие скажут что мы тоже все зашифровали до вопросов нет только вопрос у кого ключи от этих шифров кто их может читать то есть сам факт шифрования он еще не говорит что там все хорошо будет спросил и гнать и он получил письмо про у про кунгурова 1 полу да он сидит читает письмо про кунгурова нет ну давайте прочитаем завтра два к ним и прочитаем завтра да вот туда 21 миллион беспилотных автомобилей появится на мировых дорогах тридцать пятом году нам обещать я думаю что тогда уже будут небе беспилотные уже летательные аппараты будут летать или дороге уже это будет не принципиально к 35 году но надеюсь в аэропорту в нью-йоркском панги мун приветствовал пилот в самолет на солнечных батареях вот от летающий парусник прилетел так круто большая часть мирового населения страдает от светового загрязнения а вот на таймыр доставили 12 тонн тысяч тонн угля 800 тысяч тонн нефти и светильный керосин 85 тонн осветительного керосина теперь у людей там будет свет вся все человечество страдать от светового загрязнения не знают куда от света убежать ну таймыр то вот керосина много не на свете до светильным керосином и просто вот когда такие вещи сопоставляешь причем от новости про светильные керосины про таймыр которая обошла весь все свирьи сумасовой информации а знаете почему ну потому что обычно всегда опаздывают там все льду покрывается как как вот с якутией чуть все не завезли все покрылся льдом говорят ну как только лед на реках встанет как мы по льду и привезем ну и там мы знаем как они всю зиму жили в якутии вот и вот в таких районах отдаленных куда должен быть еще летний завоз потому что все потом замерзает как-то опаздывают всегда с этим завозом а здесь вот видишь успели поэтому это такая такая радость для всех светильный керосин туда на таймыр привезли автоваз отзовет семь с половиной тысяч лада ларгус из-за проблем с проводкой это просто как сказать праздник когда аттракцион небывалая щедрость представляешь что-то автоваз отзывает мы об этом горели потрясающе это проводка да какая проводка горит там все синим пламенем все сделали продали и все а теперь вдруг кого-то отзывает ну потрясающая щедрость я уж не знаю с чем это связано а можете с проводкой да 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 тут может быть потрясающая хитрость а аттракцион может тогда действительно сказать да там с проводкой у нас беда на самом деле там но может быть кто-то по старинке зашил в обшивку салона день я тоже об этом под может быть это обязательно были масоны обязательно сша началось суть слушание по делу о плагиате против лет зепплин ну даже не знаю как комментировать вот какие-то люди говорят что какой-то роберт джонсон написал ой роберт джонсон нет и как его сейчас я скажу написал рэнди вульф джанет написал а это нет рэнди вульф да написал композицию какую-то которая похоже на вступление в лестницу в небо но мне кажется на вступление в лестницу мне вообще все в этой жизни похоже недаром еще помнишь ну да чем помнишь 70-е годы там где продавали гитары по всему миру было написано кроме лестницы в небо ну то есть люди были так затраханы те которые продавать тоже каждый подходил как джимми пейдж начинал там изгаляться играть лестницу в небо поэтому мозг конечно кипел в этих там писали штраф за лестницу в небо штраф кроме лестницы в небо и так далее поэтому ну не знаю пусть судится конечно но вот тут много я поэтому в чатах прочитал в музыкальных там негодование молодежи по поводу лэдзеппелин что такие они плагиаторы вот вы знаете я вам честно скажу лэдзеппелин столько заимствований вот которые я только фиксирую безумное количество они и сэллауэй у это уди пёпл их произведение лэдзеппелин раздавленный ногами полностью там ну не полностью но ну созвучно можно причем это деппелинская песня из берна была очень популярна и вдруг после этого значит вот раздавленный ногами выходит там причем раздавленным ногами и читаются и какие-то блюзовые композиции там вот разных авторов которых я уже и называл здесь случайно мозг у меня выстрелил да вот и и чё их в этом обвинять но на самом деле они гениальные люди они делали гениальную музыку ну да там какие-то вещи заимствовали друг у друга ну потому что музыки всегда так это же не чистый плагиат они взяли не перелицевали как у нас тут в россии делают да когда некоторые вещи смотришь там как он это передача голос да я же не знал что там где-то на западе такая есть я я чё-то щелкаю ну тут вот этот голос наш там хит и в интернет залез и почему-то налетаю там на какую-то импортную страницу и там голос где-то в америке так там даже кресло такие же вот эти красные кнопки такие же они все то же самое делать я думаю чё это я на голос то на этот попал окажется это американская программа ну поэтому конечно ладзеплин от этого хуже не стали но если у дипе пол даже поль мариа свистнул композицию ну чё там все друг у друга свистнули в то время ну мы правильно тогда вот этой музыки не было которая родилась она как-то друг друга подталкивал но и тем более есть если есть фанаты которые убеждают что совершенно не похожи эта музыка и что это лучше чем ваша значит в этом есть смысл конечно да нет понятно что там есть определенные разночтения и и некая как как у американцев до написано на 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 долларе это единство многообразие единство многообразие в немецком городе франкфурт на майне создать масонский лозунг сейчас нас масонцы а вот затем еще и сатанисты кроме все про джимпэч сатанист вообще жесть будет где где мой этот колпачок из фольги где стоялся забег по лестницам небоскреба считающегося самым одним из самых высоких европе до шестьдесят три этажа представь 6 минут 25 секунд человек туда забежал какой молодец я в юные годы хорошо бегал на максимум куда я забегал ну может здание не было на 22 этаж это гостиница ялта была являлся а я все время здесь 16 этажка у нас все время тренировался хотел хотя бы вместе с лифтом приехать вот у меня товарищ ехал в лифте а я бежал и и он выходил на лестничную клетку и значит потому что ну лифтом а лестничная клетка отдельно и он выходил а я должен я хотел все время добежать и встретить его чтобы двери открывается а я тут уже стою и ни разу меня не получилось и несколько раз падал так и все-таки хотел этого добиться но так и не добился 16 этаж не успел я раньше лифт приехать он успевал всегда выйти на лестничную клетку ученые доказали понимание кошками причинно-следственных связей но я не понимаю ученых и отского университета вообще-то кошки подвержены дрессировки все существа которые подвержены дрессировки они понимают причинно-следственную связь иначе их нельзя было дрессировать вообще мне кажется что после этого заявления кошек можно принимать у нас следственный комитет потому что многие следователи не понимают причины следственных связей некоторых преступлений время нас хорошо давай ответим на вопрос какие-то во Владивостоке молодого человека на 15 суток закрыли за то что он матерился в бане без президента это услышали полицейские забрали его участка и дали ему 15 суток говорят о том что вова плохой очень мы же не материмся негодяй мне вот меня просили не материться я честно с трудом с трудом сдерживаюсь мальцев вы уважаете не вот парня парни жалко конечно и вот в таких случаях нужно как-то я говорю сейчас вот с этими выборами разберемся и нужно будет организовывать систему уже я готов ее организовать общей поддержки что такое случается сразу наши адвокаты подтягиваются если кто-то наезжает на какого-то представители оппозиции чтобы туда в общем-то подъехали в том числе и правильные казаки с нагайками очень правильные люди и так далее то есть мы говорили вот про то что такая программа должна быть для айфона и мы это все сделаем я даже не сомневаюсь про в ближайшее время поэтому там да вот получается что те вот которые так сказать они бьют по этим хвостам но по самым незащищенным у них получается их сажать на 15 суток я думаю что у них не получится если мы будем защищать этих людей мальцев уважаете доллар я спрашиваю что такое доллар доллар деньги что рубль для меня что доллар но доллар посильнее валюта чем рубль до доверия больше у меня вообще доверие к деньгам нет я помню меня как-то спрашивали журналисты я ничего другого не скажу мальцев что для вас деньги деньги для меня это патроны и для меня патроны эго эго я не люблю патроны я люблю стрелять я люблю стрелять я не люблю патрон поэтому доллары такие же патроны и 10 этих миллиардов нам точно патронов не прислали нифига собаки из госдепа ближе к концу хочу напомнить что поставьте пожалуйста лайк это поднимет нас в топ ютуба и больше людей сможет посмотреть передачу да но и мы сейчас поставили такую задачу 5000 человек за эфир сейчас 4614 но друзья 400 с небольшим человек для нас это вообще не сумму при условии что нас смотрят 8000 поэтому вот ты жующий бутерброд и смотрящий в монитор отвлекись на секунду и поставь лайк и вот отличный вопрос ему казаков наезжают и в зря наезжайте огромное количество нас во первых поддерживают до одного болтаха у только взять очень много казаков в волгограде и в ростове-на-дону и в краснодаре так далее то есть вот те которые там какие-то продажные да там путинскому режиму продались ну я уж не знаю какие они там казаки до мозговским казакам привет они тоже нас поддерживают поэтому вы вот увидите ближе к пятому одиннадцатом то вот это вот шушеры уже практически не будет поддерживать или путинский что быть с лгбт в россии при новой власти что быть с лгбт ну мы их не будем трогать они нас трогать не будут на самом деле проблем то нет никаких проблем возникают в православной стране тогда когда все это начинает выпячиваться вообще любая вещь вот любая клоунада к которая но есть она вызывает негатив пусть это лгбт не лгбт участвует приду придумать другое да даже не связано это с каким-то там садомскими грехами и людям это будет не нравится так такое воспитание здесь вот как не на такие вещи выпячивать и все и и никто никого трогать не будет зачем как мальцев будет общаться с лидерами других стран европы если все лидеры сатанисты ну не знаю насчет вот того что как когда-то вообще это вот все они такие но на не все я во крайней мере у час даже вижу что точно там не не все лидеры до сатанисты и хотя и не знаю кто из них там станист кто кто есть кто они разного реже исповедования да и ну не знаю даже не могу на этот вопрос ответить но точно если будем общаться не будем рассматривать как как станисты он с обамой общался он не произвел впечатление станиста щи у нас ел нормально со свининой отлично священы вернул и все все в порядке я правда думал что он араб тогда он сенатором был я я не думал во первых что он негра во вторых я не не знал что он станет президентом я видел какой то есть мужчина такой причем очень веселый такой добродушный то есть перед приемом пищи он там козу ритуале не исполнял да вячеслав как вам удается совмещать православную веру и уважение к ленину не знаю в чем противоречие дело в том что православное вера это некое мироощущение до отношение к ленину это все таки больше к истории и к науке имеет отношение до того что все таки марксизм ленинизм чего бы ни говорили с научной точки зрения очень правильное такое учение и многие многие вещи я заимствую и они работают я сам вижу что это работает кроме всего прочего я говорю ленину нужно оставить истории также как и сталина это некие исторические персонажи которые заслуживают определенного уважения есть какие-то более страшные до персонажи в истории который который мы которым тоже относимся уважительно наполеон например для россии ну наполеон же никто не говорит что там злодеи когда когда-то говорим может быть еще сто лет назад говорили а сейчас все уже это исторический персонаж когда александр македонский до герои но зачем жесткую стулья ломать 5000 лайков всем большое спасибо мы штурмовали эту отметку до 5000 лайков это круто у нас никогда не был 5000 лайков но в онлайне надо понимать что угу но и опять же это говорит о чем о том что во первых это возможно и ничего сверхъестественного в этом нет и во вторых это говорит о том что это нужно выводить на постоянный до момент то есть не то что мы вот такие конкурсы какие-то рекордные устраиваем давайте выводить на постоянку чтобы неделю у нас стабильно было 5000 лайков вот тогда будет действительно плюсы вот люди пишут что лайками революцию не сделаешь ну во первых вот парадокс да что сейчас как раз 21 веке наверное лайками революция как раз и делается а во вторых мы просто говорим и может быть кто-то не слышал еще о том что лайки это не только какой-то вот наш такой показатель какие мы молодцы да но это еще и для youtube очень важно именно для сайта он тогда выдает нас во первых топе а во вторых в рекомендуемых видео то есть я приводил пример вот в там большевики советское время раздавали листовки на улицах а сейчас ваши лайки по большому счету точно такие же листовки вот нажимая эту кнопку вы точно также передаете листовку ближайшему соратнику который возможно вообще нас никогда не видел поэтому от действительно очень важно слова у вас как революционеру в зале и положат упаси бог у у меня есть местечко между мамой и папой но веки достаточно милое место я когда езжу к родителям на могилку я всегда знаю что вот здесь я буду лежать и ни в коем случае в другом месте я не хочу и уж тем более там в виде куклы руки вот так вот чё православным человек такие вещи не надо говорить я я боюсь этого признаете ли вы геноцид черкесского народа ну вообще то что происходило там допустим с чеченцами с немцами с калмыками да во время войны то есть это сталинские репрессии как рассматривать сталинские репрессии как геноцид тогда надо начинать с геноцида русского народа да ну будем это как вот представьте да там допустим украина голодомор геноцид украинского народа если мы говорим да здесь в саратове был тоже самое это геноцид русского народа тогда здесь надо сказать да да наверное это да да наверное надо сказать да тогда и чеченцы и немцы и все остальные и тогда возникает вопрос а нафига делить тогда ну значит нужно осудить режим сталин сказать что да вот в этой части режим был античеловечный это был злодейский режим кто в этом сомневается нет никто не сомневается конечно вот в этой части это абсолютно бесчеловечный режим вопросов нет есть у этого режима какие-то другие части скажем которые но опять же здесь вот вопрос если бы это не оставляем истории тогда мы начинаем делить мы говорим украинца вот там а нас больше там заморили голодом чем вас они говорят нет нас больше голодом чем мы в чем мы соревнуемся то господи зачем ну да был общий такой страшный режим и пострадали многие народы очень много людей погибло и в результате репрессии в результате голода и в результате войны и фиг ее знать и сосчитать невозможно сколько сейчас это способ для того чтобы кто-то наживался и политические очки политические очки политики должны не на голоде прошлых лет на жива же наживать а насытости современного мира поймите так так все устроено они все молодцы вот как был херовом смотрите поэтому молодцы говно вы они молодцы молодцы те кто накормит наши народы молодцы те кто удаст мир нашим народам даст медицину и так далее все говно так тут я разошелся извините еще какие еще вопросы называют марзолей зиккуратом слава флаг вот с флагами цережь флаги вот я тебе как раз сказал флаги надо вот знак мы это показали страшные масонские флаги где вы их вывешивать вывешивают вы в этой вывесили в группе для начала нужно в группу их туда для начала вывешиваете в группу и все и давайте собирайте как бы мнение людей и как какая-то группа флагов там несколько десятков должны там добро давайте знаете как поступим дорогие друзья вот в течение достаточно долгого времени мы действительно об этом говорим но у нас как бы сами видите и праймерис нарисовались и выборы и так далее вот сейчас предложение есть какой у нас появилась страница вконтакте у нас до сих пор остались действующими почты поэтому в очередной раз мы давайте вернемся к теме флагов просьба следующая если вы когда-то уже скидывали нам кит предложения по флагам или сейчас у вас появилось какое-то желание какое-то предложение нам сделать вы можете свои наброски отправлять нам в контакт вконтакте есть возможность при отправлении сообщения обозначить тему сообщения но точно так же как в общем-то и на электронной почте при общении люди это не часто используют вот нам будет удобно если вы отправляете нам какое-то знамя флаг и так далее там герб я не знаю что захотели вы чтобы в теме обозначили что это флаги и мы тогда как-то будем это архивировать я думаю в ближайшее время поднимем старые архивы где уже кто-то сбрасывал поэтому давайте сейчас это в порядок приведем я думаю в самое ближайшее время тут опять я чё-то не в тему сказал по поводу того что вопрос был про чеченцев или про черкесов черкесов это имеется ввиду кавказские воины при царе батюшки ну здесь чё говорить это вообще надо оставить историю чё тогда был тогда был сплошной геноцид вообще везде поэтому 20 века рассматривала 1 если рассматривать те кавказские войны но тут у меня даже слов нет да тут везде все было одно и то же я говорил именно про сталинский период я просто не дослышал поэтому у нас разночтение получилось то вообще надо оставить истории вот там историки пусть разбираются и и все не надо но я думаю нашлись это это не сработает на какой-то миролюбие на дружбу на чё-то такое это я говорит какие-то политические очки не тем людям добавят так вячеслав почему нет группы в одноклассниках там есть кем работать я вот всегда спрашиваю почему нет такой группы я ее не 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 создал близкий мне человек создавал группа начала работать два года назад очень хорошо работала ее убили там в одноклассниках ее порушили то есть потом кто-то еще создавал ее снова порушили может быть создать и но хотят кто из них их очень быстро убивает 7 7 дней продержался вам осталось семь дней ужас ну давайте попробуй может прям вот все вместе я объявлю какая группа и посмотрим сколько все дел про держится там на будет тогда жаловаться того как-то это маново алишер усманова на так где прописан путин ну не знаю где он прописан говорили что он прописан в питере в той квартирке который затопил помните там счет 120 метров она ее там затопил так который у него была когда он получил которую от собчака еще а уж не знаю и мантауна да уж прописать то мы найдем его где и куда никуда дальше выборах узнаем где будет голосовать там да кстати интересно и надо проверить будет ли у него открепить открепительный путин будет карусельщиком единственным будет один кататься по петербургу и голосовать сам за себя как минимум 7 но реже у нас да у слова бояре плохи нет я кстати всегда ответственность себя не снимаю всегда беру ответственность всю полноту ответственности беру на себя у меня так никогда не перекидываю ни на своих помощников ни на что это я уж не могу сам разбираться а вот как-то внешне то есть с какими-то людьми которые со стороны я всегда если кто-то накосячил беру на себя ответственность так что нет я я это это не не принимаю такой упрек каких-то у меня у меня достаточно много других косяков и грехов так что даже не ищите вы думаете я чё не такой же как все такой же абсолютно но не хуже а у нас так что во власти самые худшие в религии у нас церковники грешнее мирян в кремле сидят самые худшие отребьев ну почему тогда давайте как-нибудь не худших таких же как как все остальные будем продвигать у нас получается что самый гниды получают движение кирилл самсонов пишет дядя слава завтра сдаю историю пожелай мне удачи удачи кирилл удачи история это очень важный предмет не у зубов интересно профессор давай привет спасибо большое за то что вы нас смотрите до новой исторической эпохи осталось 506 дней и час с небольшим удачи